Продолжение следует... Продолжение следует... И сегодня на протяжении нашей встречи мы узнаем, как шаг за шагом или же звонок за звонком ребята явили миру такое явление, как пранк журналистика. Передаю слово самим виновникам торжества, так сказать, которые вкратце ведут вас в курс дела и познакомят вас с кратким содержанием своей книги. Первый, значит, повод уже Анастасия обозначила, это наша книга. Это книга о том, что не так страшен черт, как его молют, и то, что власть иногда достается и идиотам. Но самое главное, что иногда войну можно вести дистанционно, не обязательно убивая людей, а посредством диалогов. В общем-то, все это есть в этой книге. Донецк для нас был выбран не случайно, потому что вся наша деятельность основная политическая началась с 2014 года, когда мы начали освещать события на Украине, звонить многим украинским политикам, общаться с ними и выводить на чистую воду. Тема Донбасса так или иначе часто мелькает в наших записях, обсуждается с теми людьми, которые сейчас поставили его в такое положение. И в этой книге мы как раз подробно все рассказываем о всех событиях, которые тогда в то ужасное время происходили. Донецк — это принципиальное решение, когда у нас составили график, и мы посмотрели, что там есть Ростов, но нет Донецка, мы, конечно, поразились, сказали, почему там его нет. Мы обязательно должны там быть и обязательно приехать туда в самую первую очередь. Что касается книги, то она состоит из трех частей. Первая часть, она посвящена нашим личностям. Мы, кто мы, зачем мы, почему мы это делаем, она персональная, скорее. Вторая часть посвящена одним из самых громких резонансных наших дел. Описаны все случаи, в том числе там запись с Порошенко и со всеми другими депутатами, с которыми, депутатами и олигархами, с которыми мы общались. Ну а третья часть — это ответы на самые распространенные вопросы, которые нам задают на протяжении уже где-то трех лет. Нам будет приятно услышать, если вы зададите какие-то свои вопросы, какие у вас есть, мы об этом ответим. И, во-вторых, конечно же, немножко неловко сегодня нам присутствовать здесь, когда уделено столько внимания. Мы себя не пытаемся как-то превзнести, преувеличить. Настоящие герои — это вы, все дончане, все, кто держится здесь в такое нелегкое время. И те люди, которые на фронте отдают своей жизни в защите своему народу, они, как правило, не видны, но они есть настоящие герои. Таксона бывает разная. Ну и, конечно, брать 2014 год — это, конечно, украинский истеблишмент, новые так называемые власти Украины. И они интересны и до сих пор. Ну, конечно, у нас, наверное, там 2015-2016 немножко тоже Виктор сместился и в сторону Запада, потому что нам было интересно, мы никогда не общались с американскими политиками. Тем более повод, когда они стали вмешиваться во внутренние дела и России, и Украины. И, соответственно, нам стало интересно узнать их мнение по этому поводу и их реальной мотивации, почему они это делают, и действительно их вообще грамотность, и вообще знание ситуации в Украине, в России, что вообще происходит. Не просто там какая-то «поддержка» украинских властей, а реально, что за этим стоит, и что же хотят американские партнеры, так называемые. Ну и, конечно, мы в основном реагируем на громкие инфоповоды в новостях, что волнует большую часть населения, и, соответственно, второй критерий — это должно быть интересно нам. И мы, конечно, могли бы идти там по каким-то таким, как сейчас модно говорить, хайповым темам, но, наверное, уже нам интересно в плане профессионализма попробовать себя, попробовать какие-то истории достаточно специализированные, и пообщаться с такими политиками, какими-то такими небольшими главами государств, например, как история с Черногорией, как мы общались от имени Порошенко и Гройсмана с главой Черногории, а также там с совместным олигархом, который на протяжении 25 лет он руководит страной. Вот, и такие истории нам интересны. Ну и, конечно же, украинские власти, киевские власти — это тоже такие персонажи, потому что они постоянно дают повод. Шокирующий, безумный, комичный повод, но каждую неделю практически мы слышим там из Киева очередные безумные новости, очередные безумные инициативы какие-то, ну и грех на них не отреагировать. Все в нашей специфике. Понятно, спасибо.